Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы в творческой мастерской у Сергея Дубровина. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Мы так вот получилось, познакомились на фестивале в Твери и, не знаю, родственные души, наверное, решили сразу создать какой-то совместный проект, немножечко поработать. И вот сегодня мы уже здесь. Итак, Сереж, расскажите мне, пожалуйста, вообще, прежде всего, ваше впечатление от фестиваля, что вы с собой привезли, какие чувства и вообще, что от этого фестиваля у вас осталось? Во-первых, ну, первый раз я был на фестивале Михаила Круга по приглашению Леонида Телишева. Очень здорово, хорошая обстановка такая, какие-то все веселые, добрые, дружеская такая была атмосфера. Очень приятно было поработать. Было в новинку, потому что такой открытый фестиваль, впервые я принимал участие в нем. Запомню навсегда, не знаю, буду ли я еще в нем участвовать на следующий год или через год, но этот останется в памяти навсегда. Вот у меня примерно такое же ощущение после него осталось. А вот скажите, знаете, вот интересно, вот всегда вот меня задает вопрос вот такой, сам себе задаю вопрос. То есть было много очень авторов среди участников и вообще авторских песен звучало, и у Михаила Круга были замечательные. Но какие-то песни вот над ними все вот стараются, автор пишет, думает, что вот он хит, но это не получается, да, почему-то народ его не принимает. Вот скажите мне, пожалуйста, да, вот то есть именно песня «Ах, какая женщина». Вот вообще как она родилась, как вот она пошла и как вообще ее народ принял, вот как это случилось? Ну, как говорил один мой знакомый, пути шлягера неисповедимы, поэтому автор предполагает, что это будет хит, а народ выбирает, люди и слушатели, они выбирают песню, любимая она ими или нет. По поводу «Ах, какой женщины» все было очень запутанно, долго, сложно, хотя родилась она за 15 минут практически. То есть текст песни написала Таня Назарова, и после того, как она показала композитору Толе Розанову текст, он через 15 минут вышел и со словами «Мы написали хит» предоставил песню как бы нам на обсуждение. Изначально песня была написана, ну, по крайней мере, был заказ на такую песню про женщину от певца Феликса Царикати. Он записывался, альбом записывал на студии «Престайл», и мы все принимали участие в этой записи. Как бы, и Анатолий Розанов должен был написать песню про женщину. И когда написали «Ах, какую женщину», он сказал «Нет, такую песню я ему не отдам, мы сами такую споем». Вот, и написал ему потом другую песню. Вот, я не знаю, феномен этой песни в том, что, может, время такое было, плюс совпадение о нескольких очень важных моментах, то есть абсолютно гениальный текст, абсолютно гениальная аранжировка, что узнаваем 50% звучания, это аранжировка. То, что музыка очень хорошая, сама песня, несмотря на то, что практически нет припевов песни, но, тем не менее, она трехкуплетная песня, такая длинная, с длинным вступлением, длинным проигрышем и длинной оконцовкой, но все равно получилось, как бы не надоедает людям. Это очень важный момент. И то, что песню спел молодой парень, я, в смысле, был еще молодой в тот момент, который подразумевал, что такую песню серьезную должен петь какой-то матерый, такой серьезный, типа Михаила Шуботинского, мужчина, такой в возрасте, который знает толк уже, что такое, ах, какая женщина и так далее. Который знает толк женщин. Ну, грубо, да. А тут вышел парень с длинноволосой такой и спел песню. То есть это вот несоответствие тоже немножко людей, как бы, интерес подогрело, потому что, ну, ожидаемое, не получилось ожидаемое. То есть за кадром стоял не Михаил Шуботинский или подобный ему, а стоял другой человек. Тоже сыграла в плюс в какой-то мере. И таким вот образом родилась песня. Она с первых моментов, как только мы ее отдали в фирму, которая делала кассеты-диски, еще кассеты в то время производились, мгновенно, через месяц она уже звучала практически везде, на рынке, в магазинах, где только можно. Не знаю. То есть это было, в принципе, предвиделось, что будет большой шлягер. Но что он будет 20 лет звучать, никто об этом не знал. Ну, он звучит, и на самом деле... Уже 20 лет. Да, и я его уже только пою, наверное, лет 15. А вот мне интересно вообще, вот как вот такое происходит, то есть вот с автором вообще, с исполнителем. Вот как произошло так, что вы оказались именно в фристайле, вот эту историю? Все было достаточно просто. Когда ушел предыдущий солист из группы в 92-м году, группа объявила набор на должность певца в группу. Приезжали отовсюду, из всего бывшего Советского Союза, из Казахстана, Узбекистана, из Москвы, из разных городов России, Украины, Белоруссии. Очень много, 1800 человек было прослушано примерно. А я жил неподалеку, километров 100 от студии города Полтавы, где базировалась группа «Фристайл». Ну и попал таким образом на прослушивание, что один мой знакомый, побывав на прослушивании, говорит, нужен поющий гитарист в группу тоже. Ну, я взял гитарку и поехал на прослушивание. Думаю, сейчас буду играть, там удивлять и так далее. А у меня спрашивают, петь можешь? Говорю, ну могу, пою. В общем, спой. Я спел песню, а еще, еще. Ну, я там пел Элтона Джона, что-то из фирменного такого. А русское можешь, русскоязычное? Говорю, могу. Ну, спой. Ну, спел, говорит, вот учи песню, завтра будем записывать. Дали мне в наушниках музыку, текст. Я должен был к завтрашнему дню, за ночь, грубо говоря, подготовить песню. У меня была песня, которая вошла в альбом, называлась «Злая доля». Такая. И я ее за ночь так выучил, пока не сели батарейки в плеере. На следующий день пошли в студию, записали. И когда уже бэки все там дописывал, последние партии уже окончательно, все участники уже приехали в студию и находились по ту сторону окна. Я их не слышу, вижу только, а сам дальше пою, записываю. Ну, и когда запись закончилась, то руководитель группы, композитор Анатолий Розанов, спросил меня, говорит, вот при всех спрашиваю, будем работать? Я говорю, я с удовольствием. Ну, и с тех пор, с 92-го года я там работал по 2001-й. Ну, то есть вот интересно, да, это просто, все-таки это был такой звездный час, да, когда надо иногда рискнуть пойти там, через что-то переступить, и, в принципе, тебя заметили, и вот это все получилось. Под лежачий камень вода не течет, если ноги не передвигать по направлению к цели, то ты ее не достигнешь, правильно? Вот, вот это уже первое, да, я его запомню для себя. Итак, дорогие мои, ну, в скором будущем вечер, это в городе Байроте, вот, и, ну, надеюсь, вы к нам придете посмотреть на нас, мы для вас очень много интересного приготовим. Приходите, будет интересно, будут новые песни, будут старые, добрые песни, так что повстречаемся, пообщаемся, потанцуем и поем. Приходите. Так, мы сегодня были в гостях у Сергея Дубровина. Сергей, спасибо большое за приглашение. Вообще за знакомство, очень приятное знакомство. Я думаю, у нас впереди много творческих лет. Лет работы и всевозможных проектов. Да. Согласен. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.